Всем добрый день, меня зовут Наталья, я дипломированный психолог и хочу немного рассказать о своей практике, которую я проходила в научно-исследовательском институте медицины транспорта. И, проходя практику, я ознакомилась с некоторыми неинвазивными, не медикаментозными методами улучшения функций головного мозга человека. Это такие методы, как транскраниальная микрополяризация и транскраниальная магнитная стимуляция. Мне повезло, я имела возможность опробовать эти методы на себе. И я пришла к такому выводу, что в практике психолога на данный момент наиболее подходящим является использование биоуправления. Потому что транскраниальная магнитная стимуляция и транскраниальная микрополяризация, это все же очень эффективный метод, но он требует сопровождения доктора. И сегодня я хочу вам рассказать о возможностях самостоятельного проведения сеанса БОС. Сеанс БОС – это метод биологической обратной связи, основная задача которого – обучение навыкам саморегуляции. Итак, в мире сегодня распространяются методы, которые широко применяются как в клиниках, так и в домашних условиях. Почему? Потому что приборы стали компактными и доступными по цене. Начнем с того, что наиболее правильный подход – это если клиент идет в клинику и делает ЭГГ-обследование. Например, у нас в Одессе это можно сделать у доктора Зубова, где вы получите клиническое заключение и сравнение развития мозга с нормативной базой. Или психолог может приобрести ЭГГ-оборудование и выполнить самостоятельное обследование с автоматической количественной обработкой и сформировать протокол БОС самостоятельно. Если же на энцефалограмме обнаруживаем эпифеномены, клиент должен обязательно обратиться к доктору и доктор сам составит протокол для посттренировки. Для составления качественного протокола психологу необходимо провести ряд определенных тестов. Тесты для выявления и нарушения внимания, гиперактивности, депрессивных проявлений, тревожных расстройств, нарушения сна, проблем с памятью и на межполушарную асимметрию. По результатам тестов мы проводим топический анализ и определяем зоны мозга, где проявляются дисфункции. Итак, переходим к самим процедурам. В чем заключается суть ЭГГ-бос? Мы записываем и отображаем электрическую активность мозга непосредственно в проекции под электродом. Бос применяется один электрод для заземления и два или четыре электрода для записи ЭГГ-сигнала. Итак, перейдем к протоколам. Чаще всего используются следующие протоколы. Тренировка альфа-ритма, тренировка бета-ритма и тренировка сенсомоторного ритма. Также существуют и другие протоколы. Итак, для проведения БОС-тренировки нам потребуется компьютер с установленным программным обеспечением BrainTuner. Также нам потребуется прибор, сам прибор БОС, то есть NeuroFeedback Trainer Brain Fitness Solution. Также мы будем использовать шапочку для наложения электродов. И также у нас есть для заземления электрод, который мы будем накладывать на ногу. Это мы будем накладывать на голову. Сейчас я вам расскажу, как можно накладывать и проводить БОС-тренировку самостоятельно. Как я делаю сама это. То есть у меня протокол бета-тренировка. Для этого нам требуется наложить электроды на FZ и на CZ. Вот так выглядит электрод. Я его накладываю в определенные топологические зоны. Также у меня есть электрод для заземления, который я накладываю на ногу. Затем у нас есть такие специально изготовленные ватные столбики, которые смочены в уникальном растворе, который больше никто не использует. Затем, когда я одеваю шапочку на голову, я подготавливаю эти точки, смазываю их немножко водичкой. И поддеваю и одеваю вниз, вот так, чтобы это выглядело на пленере. Вот так вот у нас будет выглядеть внутри шапки. Итак, сейчас я расскажу, как я провожу БОС-тренировку самостоятельно. Лично для меня прописан протокол бета-тренировка для увеличения бета-активности. И я должна наложить электроды на зоны FZ и CZ. Вот так вот я это делаю. Это очень, в принципе, легко, быстро и доступно. Далее я должна одеть шапочку. Таким образом. Таким образом, чтобы она хорошо прилегала к голове. При этом я использую зеркало. Я себя вижу. Что я делаю? Все. Я наложила, проверила прилегание. Затем я должна подготовить для электродов хороший контакт с кожей головы. Для этого я использую такую палочку. Я раздвигаю волосы. Также мы можем использовать скрабирование для улучшения контакта. На данный момент я не буду этого делать, но это эффективно и мы используем в работе с клиентами. Все. Я подготовила эти зоны. Затем у нас есть такие подготовленные ватные столбики, которые смочены в уникальном растворе, который используем только мы. Я их должна наложить в отверстие электрода. Все. Одна. Я уже это делаю автоматически, потому что это у меня не первая тренировка, а, наверное, уже десятая. Все. Я наложила. Я чувствую контакт. Затем я использую гель для проводимости. Я его накладываю в отверстие электрода. И даже могу использовать... Сейчас немножко съехала, чувствую. Должно быть устойчиво все. Затем я немножко еще внутрь это делаю. Все. Сейчас будем пробовать. Также я еще использую электрод для заземления. Я его одеваю на правую ногу. На щиполотку. Вот таким образом. Поэтому все. Я готова. Я опять захожу, выбираю нового пациента. Смотрю исследование. Мы проводим бета-тренировку. Да, у меня выбрано здесь. Далее я записываю свою фамилию. Или клиента, если это клиент. Далее мы выбираем пол. Я выбираю женский, соответственно. И принимаю данную тренировку. Затем мы включаем запись. И смотрим, насколько у нас хорошо наложены электроды. Вот у нас появилось. Электроды наложены хорошо. Запись идет великолепно. Поэтому я запускаю настройку. Настройку самой тренировки. Итак, мы уже записали фоновую ЭЭГ для определения порога тренировки соотношения целевого бета-ритма к остальным ритмам. На экране мы видим порог и мощность ритма. Если ритм превышает, мощность ритма превышает порог, мы получаем обратную связь. Вознаграждение в виде музыки. А если идет ниже порога, это другие могут быть ритмы. Это которые для нас не важны. Тогда мы ничего не получим. И сейчас я запускаю тренировку. И вы посмотрите, как работает. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я вам расскажу, на что же направлена бета-тренировка. Бета-ритм у нас это 14-20 Гц. И в норме связано с высшими когнитивными процессами и фокусированием внимания. Бета-тренинг дает отличные результаты при проблемах с обучаемостью. Назначается гиперактивным детям. Также при когнитивных нарушениях, проблемах с концентрацией и вниманием. Также БОС-тренинг по бета-ритму активирует корковые процессы, повышая уровень внимания, памяти и познавательных когнитивных возможностей психики. Итак, после окончания тренировки мы можем посмотреть, как развивалась динамика тренировки. То есть, как чередовалась работа с отдыхом. И мы смотрим, да, настройка. А, тренировка 65%, 39% отдых. То есть, все окей, это хорошо. Далее, 70% тренировка, 55% отдых. Отлично. 71% тренировка, 53% отдых. Отлично. И так далее. То есть, тренировка проходила продуктивно. И будем закреплять навык. Угу. Отлично. Отлично. Отлично.